Поддержать временную энергоблокаду Крыма лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал президента Украины, депутатов Верховной Рады и правительства страны. Свою точку зрения он озвучил в стенах парламента 4 ноября. Говорит, что обратиться к депутатам его заставило бедственное положение коренного народа в оккупации. Напомним, ФСБ России провело ряд обыска в квартирах журналистов и собственника телеканала АТР. По мнению Рифата Чубарова, энергоблокада – единственный способ повлиять на оккупационные власти в Крыму. Мы требуем, чтобы уряд хотя бы на 2-3 дни, но не меньше, остановил поставление электроэнергии. Для того, чтобы те мореонетки, которые поставлены Кремлем, чтобы они остановились хотя бы в какой-то ситуации, хай воно и меньше жахливо, чем крымские татари там остановились, но чтобы они до того, чтобы идти и бить двери крымских татар, открывать ногами цими солдатами в масках, чтобы они знали, что они будут в какой-то мере покараны. А вот другой крымчанин, бывший представитель президента Украины на полуострове Сергей Куницын считает, что прекращать энергоснабжение на долгое время нельзя. Максимум на 2-3 дня. Окупационная власть не сможет обеспечить людей электроэнергией даже в медицинских учреждениях. Не поможет и Россия. А это приведет к тому, что могут пострадать невинные люди. Камыш-Буронская станция в Керче, она обеспечит только город Керчь. Севастопольская станция, даже город Севастополь не обеспечит. Гресс в Симферополе не обеспечит Симферополя даже наполовину. То есть, без перспективной ветряки там есть, но их мощность чрезмерно мала. Генераторы? Это не серьезно все. Представьте себе, сколько надо генераторов, какой мощности и сколько дизельного топлива для того, чтобы обеспечить Крым. Это утопия. Совсем осторожно к вопросу энергоблокады подходит председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и внутренне перемещенным лицам Георгий Лагвинский. Мы шукаем поразумения в парламенте. Есть много депутатов, которые говорят, что в связи с тем, что есть какие-то загрозы с боку Российской Федерации, и самое то, что мы не можем сейчас прекратить постачание. Есть кто, кто считает, что мы должны идти с этим шляхом. То есть, это по разумению мы шукаем. Кабеля было сбудовано таким образом, что постачать, например, в некоторых областях Украины, выдастся с Россией. Но они смогут вымкнуть это электропостачание нам. По его мнению, вопрос прекращения энергоснабжения нужно согласовывать с Министерством энергетики и угольной промышленности. Сейчас же народные избранники обсуждают это в комитетах, чтобы подстраховаться и продумать варианты с минимальным ущербом для материковой части Украины, так как велика вероятность того, что Россия применит зеркальные меры и прекратит поставки электричества в восточные области страны.